Приветствую всех, уважаемые зрители канала Субиньюз, и особенно приветствую уважаемого Юрия Шулипу в нашем эфире. Привет, Юрий. Привет, Василий, и мое приветствие нашим зрителям и слушателям. Юрий Юрьевич, у нас сегодня тема обострения в Балтийском море. Дело в том, что мы знаем подноготную, знаем предысторию, Эстония направила все свои гаубицы для Украины, 155-мм, и эти в ответ выгоняют посла. Но об этом мы обо всем расскажем немножко позже и о следующих шагах стран Балтии, которые, я напомню, являются членами Североатлантического альянса. Там интересная история развивается, но перед этим я хотел бы принести пожелание здоровья нашему коллеге. Это блогер-клирик. Дело в том, что его вчера вечером, я так понимаю, где-то ночью уже почти сбила машина. У него два перелома, это кисть и бедро. Он находится в больнице, и несмотря на то, что этот человек, например, негативно часто отзывался о нашем канале, непонятно по каким причинам, но он, тем не менее, безусловно, является антипутинским блогером. Он является, конечно же, человеком, который переживает и трудится по поводу независимости и свободы Украины, и победой над путинско-фашистской нечистью. Поэтому, безусловно, безусловно, мы выражаем ему слова сочувствия и желаем ему быстрее поправиться и больше в такие неприятные ситуации не попадать. Там пишут его коллеги, что это заказ ФСБ. Я думаю, что все немножко проще, потому что человек действительно перепесочил всем, кому можно, кости. Он крайне агрессивно себя вел. Я думаю, это будет повод ему задуматься, что своих всех подряд мочить не надо. Видимо, там какие-то уже сугубо личные разборки пошли. Я не знаю, на кого он там как наехал. В любом случае, пожелаем товарищу Кирсанову здоровья. Пускай выздоравливает. Это так, в плане срочной новости, может быть, кто-то не знал, можете зайти на канал Клирика и в Телеграме и написать ему соответствующее хорошее пожелание. Пускай поправляется. Я перейду теперь, с твоего позволения, Юрий, к основной теме нашей передачи. Итак, мы с вами все, друзья, знаем, что Эстония поставила все, без исключения, тяжелые гаубисы, которые находятся в ее собственности, для Украины. Было принято правительством данной маленькой, но гордой страны, жаль, не горской, но все равно гордой страны, в пользу Украины. Эта поставка осуществлена. Понятно, что на московско-мордорских болотах начались там взрывы пердаков, вои, стенания. И было принято решение выгнать посла Эстонии из Москвобада. И теперь, судя по нашей информации, правительство Эстонии готовит очень достойный ответ, причем прорабатывает его вместе с такой страной, как Финляндия. Я вам напомню, что президент Финской Республики сегодня находится в Киеве. Мы об этом сообщали в нашем Телеграм-канале. Я даже, друзья, вам видео сейчас брошу. Его встречал сегодня в Мариинском дворце Зеленский. Брошу вам в чат этот ролик из нашего Телеграм-канала, чтобы вы, у кого есть желание, полюбопытствовали. Вот это видео, ссылка на него в чате. Президент Финляндии сегодня в Киеве, друзья. И, видимо, это не просто так. Видимо, обсуждаться будет и эта ситуация. Ситуация довольно интересная. Если вы посмотрите на вот эту карту, которую вы видите сейчас на наших, на ваших и на наших, и на наших, и на ваших. И вообще, у меня тут эти... Без перебойник ругается на аккумулятор, но ничего. Через примерно 55 минут дадут электричество. Я, кстати, Юрий, прошу тебя приготовиться, чтобы ты что-то интересное рассказывал в этот момент, когда я буду переключаться. Итак, друзья, если мы посмотрим на эту карту, мы увидим, что Эстония и Финляндия находятся по обе стороны от Финского залива, который соединяет, собственно, все Балтийское море с Санкт-Петербургом, самым большим портом и так далее Путинской фашистской федерации в этом регионе. И мы сегодня услышали заявление от главы эстонского МИДа, зовут его Урманс Рейнсалу, и он сказал, что Эстония планирует закрыть совместно с Финляндией для судоходства России, для любого, как для военного, так и для гражданского, закрыть его полностью, полностью для Путинской фашистской федерации. До этих пор, друзья, Финска в заливе оставалась зона свободного судоходства шириной в 3 морских мили, ну, между, соответственно, как видите по карте территориальными водами Эстонии и Финляндии. Ну, фактически Эстония сможет теперь задерживать, обследовать, там осматривать, принимать решения по проходу или нет путинско-фашистских как военных кораблей, так и гражданских судов, которые будут выходить из портов в Петербурге и вообще во всей Ленинградской области. И в случае нахождения каких-то нарушений, сказал министр, будет полностью закрыто там российское судоходство. И мы, как с вами понимаем, да, это все произошло после решения по гаубицам и после дипломатического конфликта. Мы знаем, что Россия обиделась на гаубиц и решила выдворить из мордора эстонского посла. И вот таким образом Эстония готовит ответы. Юрий, во-первых, привет еще раз, а во-вторых, как ты думаешь, насколько эта ситуация повлияет на общий климат в регионе, насколько это взбесит Путина и его шавок, и насколько это скажется на противостоянии, собственно, НАТО, путинско-фашистской федерации. Ну, привет еще раз. Нужно зрителям и слушателям напомнить, что четвертая мировая гибридная война Москвы против коллективного Запада идет уже с 20 февраля 2014 года. А сейчас все эти происходящие события – это, в общем-то, результаты этой войны, которые начинают всплывать в связи с тем, что ее фазы сейчас усиливаются. Но на самом деле, конечно, я считаю, страны Балтии и вообще все страны Европейского Союза, потому что если главный стратегический враг коллективного Запада – это Москва, то должны были еще как минимум с 2014 года выгнать всю к чертой матери агентуру, обезвредить, нейтрализовать, которые действовали, к ключевшему сожалению, продолжают действовать в странах коллективного Запада. И понизить до нуля уровень дипломатического представительства в стране агрессор и оккупантов. То есть, как минимум, всех послов отозвать никаких дипломатических отношений не должно было быть. Ну и в лучшем случае можно было, согласно, опять-таки, международному праву, это в статье 33 Устава Организации Объединенных Наций идет речь, найти страну посредника, которая бы могла, если это необходимо, но это и, кстати, практика войн всех оказывать, быть посредником между теми же самыми Соединенными Штатами Америки и вообще всем коллективным Западом и, соответственно, страной-агрессором и оккупантом под названием, вот так называемой Российской Федерацией, на самом деле, это Московье. И важно понимать нашим зрителям и слушателям, донести стратегическую мысль о том, что Россия и страны коллективного Запада, вообще Запад весь таковой, западная цивилизация, они не могут существовать на одной политической карте мира, потому что в этой экзистциальной войне, которая длится, на самом деле, еще и с Первой мировой, и со Второй, и до этого были войны, когда еще в 19 веке европейцы наживали Россию жандармом Европы, эти цивилизации, точнее, условно говоря, как оно есть, коллективный Запад, это цивилизация, и все, что находится восточнее него, так называемая Российская Федерация, то есть Московья, это антицивилизация. И в этой связи антицивилизация всегда будет стремиться уничтожить цивилизацию, сделать ей плохо, и весь вот этот расшизм, природа российского фашизма, это постоянный беспредел. Поэтому, еще раз, что касается вот именно такой текущей ситуации, то нужно было, еще раз, да, давным-давно выбросить к чертову матери все эти дипломатические представительства всех послов, и эти, ну, уже сейчас, слава Богу, кстати, Василий, нужно немножечко на два месяца назад нам отъехать, резолюция Европейского парламента, которой Россия была признана государственным способом терроризма. Так там же идет речь, и она имеет, де-факто, сквозь призму правоприменения международного права, и в том числе государственного, послакает обязанность на страны Европейского Союза закрыть все русские, так называемые, центры культуры и науки, Россотрудничество на нашем языке, Росвредительство, все это легальные резидентуры и структуры, которые направлены на ведение агентурно-подрывной разведывательной подрывной деятельности в странах коллективного Запада. Поэтому нужно все это закрыть. Да, теперь рассмотреть, что касается военно-технической составляющей. Безусловно, Балтийский флот, который находится как в, ну, частично в городе Кронштадт, я там был на острове, это вот пригород Санкт-Петербурга, и, соответственно, в временно оккупированном немецком Кёнигсберге, который сейчас называется Калининград, он представляет стратегическую, он несет стратегическую угрозу для безопасности коллективного Запада, тем более в условиях Четвертой мировой гибридной войны. Поэтому нужно было давным-давно закрыть проходы для российских, точнее для судов под российским флагом, либо принадлежащие гражданам Российской Федерации, которые, точнее даже суда, которые зарегистрированы в российской юрисдикции, и так далее, создать очень широкий печень и закрыть к чертовой матери, не допускать ни в коем случае прохода. Почему? Потому что в Балтийское море могут заходить подводные лодки, на которых размещены ракеты-калибры в ядерном оснащении. Это ракеты подводного базирования, повторюсь еще раз, в ядерном оснащении. А где гарантия, что они туда не зайдут? Такой гарантии нет. Пришив обнуленный, что он же специально запускает какие-то подводки, там, та же самая подводная лодка «Белгород», там, с беспилотными плавающими аппаратами в ядерном оснащении, как они говорят, «Посейдон» и так далее, вот. А где гарантия, что эта подводная лодка «Белгород» не заплывет в Балтийской? Вполне может заплыть. Поэтому еще раз повторюсь, что вопрос крайне серьезный, и он, этот Балтийский флот, угрожает, точнее, он создает военную опасность для европейских стран коллективного запада. Поэтому еще раз, то есть, то решение абсолютно правомерное. А что касается пришива обнуленных, какая у них будет реакция? Слушайте, это нам, на самом деле, абсолютно плевать. Или реакция будет одна вот в форме пука. Ну, они, конечно же, объявят посла Латвии, и, соответственно, как мне посла Латвии, они уже объявили. Позже они объявят, конечно же, посла Финляндии, персоны «Нонград». Ну и правильно, извините, а что делать посольству Латвии на территории России? Я это не понимаю. Если у вас нет дипломатических отношений, если у вас нет торговых отношений, если это страна-агрессор, которая, Россия, желает вам зла, желает вам уничтожения, и хочет вас захватить и поработить, и уничтожить. Что еще, рапотребствование агрессору делать дипломатическим представительством цивилизованности? Абсолютно нечего. Поэтому то, что сейчас происходит, все абсолютно естественно и закономерно, но это должно было давно уже происходить. Уважаемые друзья, я вам напомню, что Эстония намерена ввести режим, и этот режим будет называться прибрежной прилегающей зоной, согласно которой она будет проверять и контролировать движение любых судов, которые будут проходить через Финский залив. Я, кстати, вам напомню, что перед тем, как мы двинемся дальше, что вы можете писать свои комментарии, задавать свои вопросы, как просто в чате нашей трансляции, так и в суперчате, или по первой ссылке в описании. Последние два способа мы озвучим в обязательном подрядке. Это поддержка нашего коллектива в Украине. Я хотел бы зачитать первую фразу, первый комментарий, который пришел к нам уже через суперчат от нашего постоянного зрителя. Это 88 райда. Этот человек, кстати, из Эстонии, и он нас упрекает. Мы должны, мы, украинцы, должны сделать эстонцам одолжение. Ведь эстонцам отдали все наши гаубицы. И теперь райда не знает, с каким оружием он пойдет на войну. Все гаубицы отдали нам. Уважаемые райда, если все Европа отдаст Украине оружие, то никакой войны в Европе не будет. Понимаете? Мы решим эту проблему. Можете не волноваться. Мы сделаем все за вас, только дайте чем. Юрий, может, ты что-то добавишь? Первое, да, Василий, я отчасти согласен, потому что сейчас Украина, ведя оборонительную войну, сдерживает российскую агрессию. И ее не допускают. В том числе, таким образом, Украина защищает и страны Балтии, и Молдову, и Польшу, и Чехословакию. Это первое. Второе. Согласно закону о Ленд-Лизе, который подписал еще президент США Джо Байден 9 мая прошлого года, Ленд-Лиз распространяется не только на Украину, но и на страны Балтии, а также Польшу, Чехословакию. То есть там и в этом законе, он достаточно емкий в своей формулировке, идет речь о странах Восточной Европы, потенциальных жертвах российской агрессии. Потом волноваться абсолютно не нужно, то, что Эстония передала все свои гаубицы, она может даже передать ей прочие виды наступающих вооружений достаточно быстро. Эстония, поскольку она является, в отличие от Украины, кстати, к счастью, членом НАТО, то в рамках различных межгосударственных договоров между Соединенными Штатами и Эстонии, она очень быстро получит значительно лучше. Получит пятый пункт устава, да? Современная Россия. Что? Получит пятый пункт устава НАТО? Ну, нет. И пятый пункт устава НАТО, это в случае, если Мордор нападет на Эстонию. Но я имею в виду, по поводу вооружений, Эстония в ближайшее время получит более качественные, лучшие виды вооружений, тем те, которые она передала в Украине. Более надежные, современные гаубицы. Итак, друзья, да, Эстония, конечно же, она выделялась и до этого случая, она выделялась, будучи первой, абсолютно на первом месте в ряду тех стран по помощи Украине, по соотношению к национальному ВВП. Это страна номер один, и она лишний раз доказала это последними своими поставками, действительно отдала все свои тяжелые гаубицы. Юрий хотел что-то сказать. Да. Слава Эстонии. Да, слава эстонскому народу. Я отважные люди, отважное маленькое государство. Я хотел бы, кстати, наш постоянный спикер Артемий Троицкий, живет именно в Эстонии. Я хотел бы, друзья, еще раз вам напомнить суть вопроса. Кстати, по поводу Эстонии, по поводу того, что она все отдала, вот только что поступила на нашу ленту срочная новость. Ну, вот не все такие, понимаете. Только что Чехия, правительство Чехии, сделало заявление, хотя Чехия тоже, безусловно, много помогает, но следующее заявление пришло, что Чехия не может поставить Украине Леопарды-2. Почему? Потому что они нужны для обеспечения собственной безопасности страны, заявил премьер-министр Республики Чехия. Друзья, ну, я не знаю, на Чехию, по-моему, пока сейчас никто не напал. Я думаю, что пока такая бы угроза появилась, они бы уже давно получили бы новые Абрамсы и Леопарды от союзников по НАТО. Поэтому, честно говоря, отмазочка немножко не внушает доверия. Не очень она как-то убедительно, по-моему, звучит. А я еще раз верну вас к ситуации, о которой мы обсуждаем. Итак, Эстония намерена ввести так называемый режим прибрежной прилежащей зоны в Финском заливе. Ну, в принципе, друзья, при этих размерах, вот этого вот, которого вы видите на карте бутылочного горлышка этого залива, фактически в любой момент эта маленькая страна совместно с Финляндией может отрезать Санкт-Петербург и всю Ленинградскую область от морского сообщения, в том числе и от Калининграда, например, от этого анклава, от оккупированного Кёнигсберга. Мы знаем, что сухопутное сообщение уже фактически не работает, и поставки сейчас в основном ведутся по морю. Фактически кризис будет и в Кёнигсберге, который вы наблюдаете немножко ниже по побережью Балтийского моря. Особенно здесь, друзья, удивляет тот факт, что вот этот ублюдок Путин, этот мразь, он фактически разрушил то, что строили до него многочисленные императоры. Помните, вот это окно в Европу, выход к Балтийскому морю, там международная торговля по Балтийскому морю. Фактически этот ублюдок он сделал, он поставил жирный, толстый, вонючий Зет-крест на том, что делали его многочисленные предшественники. Это, конечно же, особенно удручает, что население быдло федерации в большинстве своем не понимает, какую цивилизационную пропасть они сейчас вступают. Юрий, почему не понимают? Кто, имеется в виду орки, что ли? Да, большинство этого быдла. Почему они не понимают, что их ведут в какую-то жуткую азиопу, если хуже не сказать? Так они дебилизи... Куда они шли столетиями и где они сейчас окажутся? Посмотри, перед антироссийским форумом ты правильно сформулировал оценку их психологическому состоянию, дебилизации. Потому что большинство населения, находящихся на территории РФ, оно ужасно дебилизировано и вообще не понимает. Я вот, бывает у меня по породу службы, я разговариваю иногда и с профессорами, которые находятся на территории РФ, и еще с прочими людьми. Казалось бы, они там и академики, но они настолько буквально двухклеточные, что и тупые, причем они упорото тупые. Они упорто не понимают той ситуации, которая происходит. Я вообще им дал такой погоняло Тулыши. То есть это просто тупая абсолютно биомасса, у которой я не представляю. Вот настолько действительно плешимо внулено, что с его оголтелой пропагандой, вот эти, как на нашем юридическом языке, это технологии информационно-психологического воздействия, а еще сейчас новая формулировка в юриспруденса появилась, информационное насилие. То есть они так информационно изнасилованы пропагандой и вообще всем режимом, потому что режим же не только пропаганда, это совокупность, это и полицейщина, и стукачество, и засилие ФСБ у них везде. То есть это просто овощи. Поэтому они не будут абсолютно... Но я лично думаю, как мне это представляется, все-таки, что где-то ближе под 200 тысяч, когда будет уничтожено в районе 200 тысяч российско-фашистских захватчиков, все-таки у них какой-то болевой порог сработает. Потому что я, хотя действительно понимаю, что для них и миллионы, и как бы не являются критическими потерями, но все равно это чувствуется. То есть уже какое-то определенное напряжение у них есть, я смотрю именно по внешней социологии, то есть по тем социологическим данным, которые можно увидеть, находятся в открытым доступе, там и прочее делаю замеры, через соцсети у них уже есть определенное напряжение от потери. Я думаю, где-то к 200 тысячам, когда нам Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщит о ликвидации около 200 тысяч российско-фашистских захватчиков, у них все-таки какой-то болевой порог сработает. А так, ну, овощи, что говорить? Просто овощи и, не знаю даже, биомасса. Кто о чем, Юрий, о статистике? Друзья, срочное сообщение с нашего телеграм-канала, ссылка в описании. В Симферополе сейчас хлопки, громкие хлопки, возможно, работает ПВО или кто-то не там курит. В общем, в Крылу что-то сейчас интересное происходит, будем следить за ситуацией, и, конечно, вас информировать в нашем телеграм-канале моментально. Подпишитесь, чтобы не пропускать такие срочные новости, потому что стримы у нас один-два раза в день. Завтра, кстати, три будет передачи. У нас будет записи Арны Ведла, у нас будет традиционный информационный стрим. И вечером меня пригласили снова к Вячеславу Мальцеву. Наверное, тоже сделаем запись, послезавтра опубликуем и у нас на канале. Кто там не посмотрит. Я напоминаю вам, что вы можете задавать свои вопросы в чате, в суперчате и по первой ссылке в описании. Два последних способа обязательно. А пока просто вопрос из чата. Из просто чата Омня спрашивает. Василий, а почему, собственно, Украина не может купить танки в Германии по чисто символической цене? Или они не продают свои боевые машины странам, участвующим в военных конфликтах? Ну, Омня, ответ простой. Нет разрешения Германии. Лично Олаф Шольц не дал на данный момент добро для того, чтобы продукция тяжелого военного назначения... О, Господи. Происходит продукция тяжелого военного назначения, чтобы поступала она в Украину. Нет разрешения кабинета министров Федеративной Республики Германии. Ну и, конечно же, я обязательно переадресую этот же вопрос как юристу Юрию. Юрий, что ты скажешь? Ну, первое, нужно детально разобраться в законодательстве Германии. Действительно, какие у них имеются основания. Если основания... То есть, вопрос надо по-другому поставить. Нет ли у них оснований для отказов для Украины в продаже военной техники. Это первое. Второе, по существу, если уже была достигнута договоренность о том, что Германия передает леопарды и Шольц преступно и умышленно саботирует, то таким образом Шольц совершает преступления против военной и национальной безопасности Германии, а также всего европейского континента. И тем самым он подрывает евроатлантическое единство. Он фактически пошел, еще раз повторяю, сейчас против НАТО. Он преступник, и я считаю, если в Германии есть действительно оппозиция, она должна начать проводить расследование его преступного бездействия. Потому что бездействие – это тоже одна из форм преступления. И в конце концов, в этой ситуации, сейчас я даю совет немецкой оппозиции и либеральным партиям, и зеленым, начать, еще раз повторяю, политическое парламентское расследование все от этого преступной бездействия. Потому что, как мы видим из сообщений, экс-министр обороны Германии вообще умышленно саботировала поставки Украины различных видов вооружений. Вот, Василий, помнишь, я как-то в твоем эфире еще летом сказал, что позже мы назовем имена тех чиновников, крупных высокопоставленных в Германии, которые умышленно саботируют поставки Украины различных видов вооружений. Но поскольку мы были достаточно серьезно заняты, и история уже конкретно, открыто назвала именно, кто такие. Тот экс-министр обороны Германии. И новый, кстати, министр обороны Борис Писториус, он тоже, на самом деле, это очень мукная личность. Потому что он был и у Шрёдера каким-то там шестеркой его социал-демократической партии. Потом он в каком-то членствовале российско-германском конгрессе. То есть, вот существует, опять-таки, вероятность, что он связан с российскими спецслужбами и, возможно, является агентом Москвы. Но вот мы как раз-таки посмотрим, тут все, на самом деле, очень легко, мы посмотрим по его делам. Если и он продолжит дальше, в дальнейшем, саботировать поставки в Украине не только танковый «Леопард», но и, соответственно, иных видов вооружения, тогда 100% он будет являться агентом Москвы. Тем более, в Германии достаточно большой агентурно-подрывной потенциал Москвы. Мы помним, что фактически до 2020 года Германия в нарушении санкционного законодательства и установленных санкций в отношении России продавала стране агрессору к фанту продукцию двойного назначения и те технические средства, которые используются непосредственно в военной технике, в военных машинах и так далее. А на самом-то деле, конечно, Германия, Германия, особенно правительство Меркель, она не несет полную ответственность за планирование, точнее, за развязывание и ведение Четвертой мировой гибридной войны против коллективного Запада наравне с Путиным, его чекистско-фашистской бандой. Потому что они, немцы, платили в год, в год платили по несколько миллиардов долларов за российский нефть, газ и уголь ввели с Москвой бизнес. И тем самым они были, по крайней мере, вот до 24 февраля 2022 года одними из самых близких бизнес-партнеров, агрессора и оккупанта. Поэтому они несут ответственность и в рамках, по крайней мере, заглаживания своей вины перед Украиной они должны, я считаю, но немедленно, еще раз повторяю, приложить буквально, раскрутить свой ВПК и хотя бы помочь Украине процентов 10, процентов 10, на первый срок имеется в виду, от тех средств капиталовложений, которые они помогли РФ, стране агрессору и оккупанту, вот таким бездумно, много лет покупаю агрессор, не в газ и уголь, фактически подсев на энергетические ресурсы страны агрессора и оккупанта. Друзья, я напоминаю, что вы можете писать свои комментарии, вот, например, Алексей Масленников нам написал, что его бесит слово «хлопки». Я Алексею хочу с его позволения дать два совета, если вы хотите, чтобы вас не бесили какие-то слова, заведите, пожалуйста, свой канал и там выбирайте слова, которые вам нравятся, ну, или жене своей предъявляйте претензии, какие слова вас бесят, а какие нет. Я думаю, она внимательно воспримет ваши пожелания. Мы будем произносить, как нужно, по одной простой причине, потому что YouTube внимательно следит за тем, что говорится. Я вам напомню, что, например, если раньше наши ролики после прямых эфиров по итогу, там через два дня собирали примерно в 30-40 раз больше людей, которые нас смотрят единовременно, сейчас эта цифра сократилась в 3-4 раза. Допустим, если тысяча человек нас смотрят в прямом эфире одновременно, мы собираем уже не 30-40 тысяч просмотров на ролик, а 10 тысяч всего, и то и дай бог, если 10, это все из-за того, что слишком много плохих ключевых слов и слишком много жалоб, в том числе и связанных с этим. Поэтому спасибо вам большое, что вас в дальнейшем это слово не будет так сильно бесить. В качестве компенсации могу его заменить на украинское слово «бавовно» от слова «хлопок», например. Я хотел бы, друзья, снова окунуться в тему балтийских стран, ведь хорошая, хорошая, на мой взгляд, новость, хорошее известие пришло. Хотя, наверное, вот такой человек, как Андрей Корчагин, и многие наши зрители не согласятся с мной, что это хорошее известие, но я считаю, что хотел, кто хотел, тот уже давно должен был уехать из Мордора. Вот Латвия закроет границы для россиян, если начнется вторая волна мобилизации. Власти Латвии подготовили план действий на случай объявления в Мордоре второй волны мобилизации. Если это произойдет, страна закроет границы для россиян. Об этом рассказал глава МВД Латвии Маркус Кучинский. по его словам Кучин, наверное, был Кучинский. По его словам, этот план был опробован на латвийско-белорусской границе. Латвия накопила большой опыт и организованная белорусами тренировка пошла на пользу профессионализму латвийских служб. То есть, таким образом, этот товарищ Маркус, он убивает нескольких зайцев, сразу на мой взгляд. Ну, во-первых, он как бы предупреждает россиян, что вторая волна мобилизации будет для них последней. Их перестанут пускать, наверное, сначала в Латвию, а потом в целом по Европе и дает какой-то последний шанс задуматься перед тем, как это все официально не объявлено. Юрий, изменилось ли твое мнение по поводу того, стоит ли все-таки пускать тех, кто не хочет ехать в Украину, удобрять украинский чернозем и здесь в нем оставаться? Стоит ли их пускать, не стоит ли их пускать? От каких волн, например, мобилизации? Это все зависит от твоего мнения. Как оно поменялось? Я помню, ты был против того, чтобы Евросоюз принимал граждан России. В этом плане мое мнение абсолютно не изменилось и более того укрепилось, потому что из страны агрессора и оккупанта нельзя пускать граждан в страны потенциальные жертвы российской агрессии оккупации. Ни в коем случае. Ведь Советский Союз уже не пускал немцев, которые бежали от Гитлера. А зачем еще повторю, в стране потенциальной жертвы российской агрессии, как Латвии, Стонии и прочим странам коллективного запада пускать в свое пространство к себе граждан этой страны? И потом я вообще не могу понять, а почему вот когда идет речь именно о россиянах и их всегда ассоциируется с Европой. Почему должны их именно Европу пускать? Послушайте, например, вот россияне жители Татарстана, больше половины жителей Татарстана это этнические казанские татары, мусульмане. Слушайте, у вас есть вот ваши скажем так, точнее представители вашей цивилизации. Казахи, киргизы, узбеки, таджики, ну и езжайте туда. Это тоже самое касается и башкиров, и представителей других народов, которые находятся временно сейчас под российской оккупацией. Я не вижу в этом проблем. Существует множество других стран, которые принимают россиян. Вот для бурятов, пожалуйста, Монголия открыла зеленые коридоры, они могут там пока спрятаться переехать. Тем более у бурятов, у монголов, у них и религия одна, и язык несколько похож, и так далее. То есть у них общее свойство идентичность. А при чем тут в России и Европе? Я вот это не могу вообще понять. То, что а, ну и это просто еще живут мифом, которые вот эти западные полезные идиоты и кремлевская агентура им подпевала, что Европа это от Лиссабона до Владивостока, вот если вот в этом мифе жить, который просто придумал. Но вот тут все, кстати, вот я хочу нашим зрителям слошным сообщить, почему, откуда, чего дебилизация населения. 90% причины дебилизации населения, потому что большинство, к сожалению, населения, которое сейчас дебилизировано, оно проживало в мифах, то есть его существование, то есть его ментальное существование находилось там в мифах, не в реалиях, не в реалиях, а в мифах. Вот отсюда дебилизация, потому что мифы, которые придумывают как полезные идиоты на Западе, так и агентуры Кремля, оно, естественно, не совпадает с реальностью. Вот когда получается такая фрустрация, потом после фрустрации начинается следующий процесс очень болезненный, дебилизация. Да, и после этой дебилизации конечно же нужна будет дебилизация, как мы неоднократно об этом говорили. Друзья, пишите свои комментарии, задавайте свои вопросы. А я хотел бы вам напомнить, что недавно приезжал в Украину Борис Джонсон, Джонсонюк, добрый день, аврибаде, короче, который является действительно большим другом Украины, он уже подсчетный гражданин Киева, например, и он на мой взгляд сказал очень правильные слова, которые сегодня поступили на информационные ленты, они сегодня были озвучены, приезжал он, друзья, как вы знаете, несколько ранее, я хотел бы мнение Юрия именно по его словам узнать, я с вашего позволения немножко процитирую, потому что действительно, кроме стран Балтии, естественно, у нас есть большой друг, это Великая Британия, которая, в отличие от Германии и Франции, выступает более без компромисса, но это понятно, они всегда были конкурентами на европейском игровом поле, и всегда несколько континентальная Европа была антагонистом с островным великим государством, особенно в эпоху его расцвета. Итак, интересные слова от Бориса Джонсона, он говорит, каков результат нашей многолетней неспособности выполнить свое обещание и допустить украинцев под защиту оборонительного зонтика НАТО. Этот результат это самая кровопролитная война в Европе за 80 последних лет. Ради стабильности и долгосрочного мира Украина безусловно должна присоединиться к НАТО. Не говорите мне об эскалации или риске того, что мы каким-то образом спровоцируем Путина до какого-то нового ужаса, увеличив нашу поддержку. Он пойдет на эскалацию с применением в том числе ядреного оружия на поле боя? Да, действительно, я не верю в это ни на секунду. Если бы Путин был настолько безумен, он в мгновение ока потерял бы всех сторонников оставшихся в мире. Он хочет заставить нас говорить о ядреме на морожи, потому что хочет изобразить свою войну как противостояние между НАТО и Россией. Это не так. Это жестокое и ничем не спровоцированное нападение на европейскую страну. И все, что делает друзья Украины, это помогает этой стране просто защищаться. Юрий, мы знаем, что президент Зеленский обратился к Столденбергу о том, чтобы было как можно сильнее ускорено вступление Украины в НАТО. Как ты оцениваешь эти перспективы на фоне того, что действительно идет самая тяжелая ситуация за последние 8 лет на континенте? Сможет ли НАТО пойти на это в ближайшие месяцы или пару лет? Да, сейчас я прокомментирую эти высказывания Бориса Джонсона. Первое, да, действительно, Борис Джонсон абсолютно прав в том плане, что иллюзия безнаказанности первое, и второе, иллюзия слабости жертвы, то, что жертва не может причинить агрессору с рассмертным ущерб при нападении на нее эскалирует ситуацию, то есть создает для в сознании и понимании агрессора, что на жертву можно нападать и войну эту агрессивную конвенциональную, которую идет Москва против Украины, продолжать в дальнейшем эскалировать. Почему? Потому что и Россия, и другие страны агрессоры, они на слабых, как показывают истории, точнее, они на сильных не нападают, то есть нападают, начинают вести войны всегда на слабых противников. Первым таким противником в России, напомню, нашим зрителям и слушателям, была Чеченская республика Ичкерия, две российско-чеченских войны в результате геноцид чеченского народа, более трехсот тысяч граждан Чеченской республики Ичкерия были уничтожены, за время первой и второй российско-чеченских войн, потом, соответственно, падение Москвы на Грузию, оккупация ее суверенных территорий Абхазии, Южной Осетии, нападение в том числе на Молдову через Анклав Приднестровье, нападение на Осетию, убийство десятков тысяч мирных сирийских жителей, естественно, на падение на Украину. Поэтому еще оптим, что Москва нападает только на те страны, которые ей, как кажется, в Москве не могут оказать размерного сопротивления, отбиться от этой агрессии. Что касается НАТО, напомню нашим зрителям и слушателям, что этот блок был создан для того, чтобы противостоять экспансии со стороны Советского Союза по итогам Второй мировой войны, когда часть стран Центральной и Восточной Европы оказались в зоне советской оккупации под прикрытием так называемой ОВД, организации Варшавского договора. И НАТО, к величайшему сожалению, оно не выполнило и не продолжает выполнять свои миссии. То есть оно не явилось на Третью мировую холодную войну, которая длилась с 1946 по 1992 год между коллективным Западом и Советским Союзом. И теперь оно боится и не является на следующую уже войну. Четвертую мировую гибридную, которая является актом геополитического ревизионизма и реваншизма за поражение СССР в Третьей мировой холодной войне. То есть НАТО постоянно показывает свою беззубость абсолютную, беспомощность, обладая, если брать совокупный если брать под совокупность потенциал вооружения, военным потенциалом, но в десятки раз при превосходящем естественно Россию, Китай, Индию и прочие страны. То есть еще раз самая крупнейшая военная организация на нашей планете она испугалась какую-то Россию, которая противостоит Украине и как показывает практика боевых действий особенно широкомасштабной фазы российской агрессии с 24-го и вкратии 2022 года достаточно эффективна. Это трусость и это карликовость, это политическая карликовость и импотентность. Как я называю ключевшим жалению и Шольц и Пакрон вот эти правящие политики это юридически ничтожная политическая мошкара и администрация Байдена ключевшим жаления тоже во многом слаба. Мы же прекрасно знаем, что там есть такой человек представитель Обамы это советник точнее помощник президента Джо Байдена по вопросам безопасности Джейк Салливан который в угоду Кремля и Москве сливает Украину. Я ему кстати придумал такой оперативный псевдоним сливу. Так что собственно говоря и по этой причине не работает Элен Лиз и Соединенные Штаты Америки не даже ну послушайте тут еще до Элен Лиза я вам следующее скажу что основная программа поддержки обеспечения обороны Украины это президентская программа Dropdown Authority и она не в полной мере исполняется. То есть даже до Элен Лиза вот те четыре программы по которым происходит военная поддержка по которым Соединенные Штаты Америки оказывают военную и военно-техническую помощь Украине они не в полной мере еще реализуются то есть и в рамках этих программ поэтому Украина до сих пор нет ни Абрамсов ни самолетов что необходимо для решительного наступления ни ракет средней и меньшей дальности поэтому это обязательно Украина должна иметь еще ракеты меньше средней дальности но я более того хочу сказать и сделать очень важнейшее заявление что помимо той военной и военно-технической помощи которую нам предоставляют страны коллективного Запада Украина должна создать свой суверенный военно-промышленный комплекс который сначала кстати мое мнение было что все-таки предприятия ВПК должны быть должны перейти в государственную собственность должна быть некая вертикальная находиться под государством потом все-таки я посмотрел внимательно практику и проанализировал исследования иных экспертов которые занимались исследованием в сфере украинского ВПК все-таки для Украины самая лучшая подходящая модель это когда множество различных частных предприятий которые работают на оборону объединены в общую единую схему взаимодействия и поэтому лучшая конечно модель эффективная украинского ВПК это частно-государственная и военно-промышленный комплекс это основа экономики Украины потому что еще что Украина должна наконец-то превратиться в военную организацию государственную только мобилизационный сценарий только мобилизационная экономика для Украины это условия геополитического выживания поэтому то что нам запад помогает различным видом вооружения это хорошо но тем не менее у нас есть и научный потенциал и соответствующие производственные мощности мы уже давным-давно но как минимум месяца три могли наладить выпуск своих баллистических и крылатых ракет и почему это важно вот агрессор то есть то есть смотрите вопрос главный вопрос ключевой стратегический это безнаказанность агрессора условно говоря агрессор выпустил 20 крылатых ракет по мирным городам Украины попытался уничтожить нашу критическую энергоструктуру наши силы противовоздушной обороны эти ракеты уничтожили и буквально в тот момент когда агрессор выпустил на нас свои ракеты мы как минимум должны 200 или 250 своих крылатых ракет выпустить по объектам военно-промышленного комплекса агрессора по его военным аэродромам казармам управлениям ФСБ которые ведут подрывную деятельность против Украины Центр национальной безопасности Центр национальной обороны РФ где планируется ряд операций военного характера которые осуществляют координацию военной деятельности страны агрессора и оккупанты на территорию агрессора и вот таким образом когда у нас будут технические средства поражения где мы можем вглубь тела агрессора поражать любые объекты примерно на 5-6 тысяч километров тогда ракетные удары по мирным украинским городам и критическая энергоинфраструктура украины прекратятся прекратится со стороны агрессора вот этот вот это массовое убийство мирных жителей Украины еще повторю пока не будет решен вопрос безнаказанный кстати об этом идет речь в статье наших двух великих полководцев генералов заложного Завровского от 8 сентября 2022 года вот и абсолютно правильная военная мысль которую я поддерживаю и считаю что эта мысль должна в конце концов найти свое отношение в реальной действительности а именно перенести центр тяжести этой войны на территории страны агрессора и оккупанка друзья я традиционно вам предлагаю прослушать кратко информацию оперативную информацию мы безусловно начнем с самого официального источника это сводка свежая сводка генерального штаба женных сил Украины говорится например о том что были ракетные удары врага по Харьковской Донецкой Запорожской областям также Орки продолжают свои попытки наступления на Бахмутском и на Авдеевском направлениях на Куперском направлении также были атаки которые полностью отражены несмотря на заявление всяких выродков о том что у них есть успехи на Запорожском направлении генштаб сочает о том что там противник обороняется ну и по населенным пунктам основные сейчас горячие события происходят в таких населенных пунктах как например Краснопоповка Белогоровка Красная гора Бахмут Клещеевка о которой сообщали также оккупанты занятия ну как мы видим генеральный штаб говорит о том что там идут бои Новобахмутовка Красногоровка Водяное Марьенко вот это на данный момент наиболее горячие точки второй наш традиционный источник информации который мы вам каждый день накладываем это институты Соединенных Штатов ISW друзья кстати поставьте пожалуйста ответку нравится если вам не сложно уж очень их не хватает нам и так что нам говорит институт из США он говорит например о том что по оценкам украинской разведки федерация готовится к наступлению весной или в начале лета этого года что подтверждает оценку института о том что РФ может предпринять решительные действия в ближайшие месяцы следующая чрезмерная зависимость Вагнера от вербовки из тюрем оказывает все большее влияние на его на ее вернее частная военная компания на ее боеспособность сообщается что Орда пытается атаковать на линии Сватова Кременная пытается восстановить утраченные там позиции мы с вами знаем друзья что по последним сообщениям там давят именно ВСУ и там есть успехи и некоторые продвижения в том числе в том числе и в сторону в том числе друзья и в сторону непосредственно возле Кребенной есть продвижение об этом сообщают многие источники в том числе и в войсках говорят о том что вооруженные силы Украины именно в Луганской области идут идут сейчас вперед и наносят удары а Орда поддавливает возле Бахмута и возле Донецка имеется ввиду конечно Авдеев Кабаренко сам Бахмут и окрестности Солидара сегодня свежее видео мы опубликовали в серверном канале от Мадяра из под Солидара можете посмотреть и по Запорожью по Запорожью институт сообщает о том что была попытка наступления федералов в Запорожской области в последние 72 часа но она оказалась неудачной и там большие потери я вам напомню что имеется ввиду район возле северной Васильевки оккупированной на трассе собственно Москва Харьков Симферополь и именно там они пытались наступать еще сообщается что усилия Кремля по профессионализации ВСРФ продолжает вызывать критику от сторонников параллельных военных структур имеется ввиду конечно друзья прежде всего такие два дебила как Пригожин и Кадыров именно они как вы знаете и занимаются сейчас тем что организовывают параллельные вооруженные банды но не только они подобные сообщения мы знаем например приходят уже из Крыма там также организовывается ВЧК подобные сообщения приходят из других регионов федерации мы с вами понимаем что сейчас медные князьки будут наращивать свой вооруженный бандитский потенциал чтобы иметь какие-то конкурентные преимущества при развале федерации в борьбе за собственную какую-то местную власть они будут пытаться наверное в следующем обзаводиться и авиации и ПВО чтобы защитить награбленное от таких же волков как они которые на них в свою очередь будут нападать это конечно же будет интересное зрелище запасаемся попкорном кто не хочет это наблюдать изнутри очередной раз советую покинуть покинуть это ужасное место пока не поздно друзья если у вас есть такая возможность и еще о чем пишет институт оккупационные власти продолжают усилия по интеграции оккупированных территорий в социальную административную и политическую системы РФ а также по подавлению инакомысля на оккупированных территориях хрен хрен по всей морде а не интеграция и еще друзья одна информация снова традиционная это конечно же доклад военной разведки королевства Великобритании министерства обороны данного ведомства сейчас мы ставим также это все на экран английский язык мы вам попытаемся перевести то о чем там говорится британская разведка в новой сводке пишет о том что высшим военным руководствам федерации продолжается разногласие и разведка указывает что одним из признаков этого является вероятное увольнение генерала-полковника Михаила Теплинского если мы Юрий с вами успеем сейчас еще останется время у меня есть два материала по Теплинскому я доложу вам эту информацию этот человек который наряду с Евкуровым например подонком Гитлером Гитлер Гиркиным Суруновым называется как чуть ли не единственных два оставшихся честных генерала которые действительно занимаются не накоплением миллиардов и строительством дворцов а вот именно занимаются действительно оккупационно военным делом от этого они конечно не меньшие подонки чем остальные но они хотя бы меньше воруют в ряду этих двух фамилий это Евкуров и Теплинский и вот Теплинский Теплинский уволен с поста одного из ключевых оперативных командиров федерации в Украине об этом сообщает британская разведка и мы об этом поговорим еще в конце передачи если успеем потому что в конце ссылаясь на разведку мы сейчас скажем а в конце мы может быть поподробнее на этом остановимся мы скажем только что Теплинский был офицером на месте относительно успешного вывода путинско-фашистских войск запада Днепра генералом был который этим руководил в ноябре 22 года почему относительно понятно что это было бегство Херсон был отставлен но в отличие от харьковских событий от изюма Купенска Балаклея и Лимана там практически не было потерь они успели там за ночь молниеносно драпануть чего мы не скажем о харьковском направлении там потери были огромные особенно были огромные потери в технике просто сотни единиц техники было поставлено нам Путиным в Харькове Пол-Эн-Лизу Херсоне Теплинский сделал так что этого получилось им избежать и он пишут получил признание среди давно получил признание как десантник получил признание среди каких-то там воинских кругов в Мордоре и об этом он там ценится как довольно-таки прагматичный командир который там бережут солдат и так далее и говорят что еще до конца не ясно вообще его отстранили либо будут переводить на какую-то должность но существует вероятность того что дебаты по поводу задач которые были даны ВДВ способствовали его увольнению потому что ВДВ орки используют часто на несвойственных для него задачах несет ВДВ огромные потери именно Теплинский этому сопротивлялся то есть ВДВ использовали в качестве грубо говоря пехоты собственно для десант приспособлен для других задач для захвата оперативных палац дармов и так далее абсолютно не для кровопролитых штурмовых работ именно этому сопротивлялся Теплинский Миша и именно поэтому его и уволили британская разведка полагает что разногласия в высшем военном руководстве РФ продолжатся и они сейчас продолжаются поскольку например генерал Валерий Герасимов пытается навязать всем вокруг свою личную власть над всей компанией над всеми генералами в том числе над Пригожинами и Кадыровыми как ты думаешь Юрий стоит ли нам ждать того что эти пауки все-таки перегрызут друг дружку и ускорят процесс развала вот этого глиняного колоса который мы так все с нетерпением ждем смотрите все очень просто существует великолепная формула нашей великой победы которую я постоянно как мантру повторяю и спормулировал ее после 24 февраля 2022 года чем больше и быстрее силы обороны Украины уничтожают российско-фашистских захватчиков тем сильнее усугубляется раскол между Путиным и различными силовыми группировками и тем скорее Путин будет физически ликвидирован сотрудниками службы безопасности в составе ФСО Федеральной службы охраны вот эту форму нужно запомнить и записать поэтому чем больше успехов на полях сражений силы обороны Украины тем сильнее возрастает грязня не только в генеральном штабовом окружении того же самого Кадырова и Пригожина еще во внутренних каких-то различных кланах поэтому то есть иными словами наши победы на полях сражений уничтожение живой силы агрессора вызывает кумулятивный эффект причем даже уже сформировались определенные пропорции кумулятивного эффекта в среде российских силовиков то есть вот этих главных основных фашистов среди вот этих паук в банке вот из-за этого еще нужно четко следовать этой формулы но к сожалению Василий я пока не вижу чтобы у агрессора на полях сражений были критические потери я ориентируюсь на цифры которые нам каждый день сообщает генеральный штаб вооруженных сил Украины и последние недели в среднем это от 720 до 620 ликвидированных российско-фашистских захватчиков в сутки что это такое это низкая интенсивность потерь агрессора средняя интенсивность потери агрессора это примерно от 2 до 3 тысяч ликвидированных от 2 до 3 тысяч российско-фашистских захватчиков в сутки а высокая интенсивность это от 3 тысяч российско-фашистских захватчиков в сутки и выше но пока к величайшему жилей мы видим что такой интенсивности нет причем потому что агрессор правильно говорят многие военные спикеры он заводит на территорию Украины ежедневно вот среди той волны чмобиков которые они отмагеризировали с 21 сентября 2022 года около полтора батальона тактической группы агрессор вот соответственно силы обороны Украины на уровне стратегического командования должны принять такое неформальное решение кстати Василий я еще давно до широкомасштабной фазы российской агрессии везде говорил и писал примите по умолчанию доктрину тотальную доктрину уничтожения доктрину тотальную уничтожение живой силы агрессора это очень важно потому что орки что такое орки это топливо войны и пока они живы агрессия Москвы против Украины будет продолжаться это на первом месте черпота его агрессора не техника не ракета и так далее а именно орки а техника снаряды боекомплекты это уже все на других местах но главный акцент в этой кровопролитной войне делается именно на живую силу агрессора поэтому именно ее нужно уничтожать нужно постоянно снижать снижать потенциал агрессора к сожалению наши вооруженные силы или они не могут планировать такие операции о чем я постоянно говорю причем такие операции должны нужно планировать на всех уровнях и на стратегическом и на тактическом и на оперативном и на локальном чтобы в ходе проведения любых военных операций уничтожать как можно больше живой силы агрессора вот хотя бы еще раз повторяю Василий это очень важно хотя бы до двух тысяч российско-фашистской захватчиков в сутки хотя бы тогда будет минимизирована угроза повторного нападения агрессора с территории республики Беларусь на Сумском направлении на других направлениях то есть важно еще раз повторяю относиться к живой силе агрессора как к сообщающимся сосудам вот то есть где-то если мы их в любом месте будем как можно больше перемалывать значит соответственно мы таким образом будем снижать военную угрозу снижать уровень военной угрозы для других украинских городов друзья мне тут в чате пишут пишут собственно благодарны за то что мы вас информируем о тех событиях которые происходят на фронте и действительно это я считаю самым важным именно для того чтобы писали информацию сегодня в чате там написали что тут какой-то там типа я эксперт я никакой не эксперт друзья мы просто коллективом собираем для вас информацию озвучиваем вам ее в прямом эфире я вам многократно говорил что поменьше слушайте всяких экспертов и прочих военных аналитиков побольше ковыряйте сами информацию находите побольше информации через некоторое время ваш мозг пробрейдится до уровня собственного эксперта который будет получше тех которые вам прогнозируют очередной рак простаты у Путина в каком-то там новом году поэтому информация информация еще раз информация друзья я возвращаюсь к военным сводкам и есть информация по Кременной вы знаете что это одна из самых горячих сейчас точек наряду с Марьинкой Авдеевкой Бахмутом линия Кременная Сватова там сейчас поддавливает Украинск кстати почему-то странно не дали нам электричество по графику уже скоро как 5 минут как должны дать но его нет сидим на аккумуляторах надеемся хватит их на продолжение стрима мы знаем что там сейчас происходят наиболее горячие события именно в том числе и на линии Сватова Кременная и Пентагон вот сегодня заявил о том что ВСУ успешно производят атакующие действия в районе Кременной как вы видите на экранах сообщается что в США наблюдают как украинские наступления в районе оккупированной федерации Кременной достигают некоторых постоянных и постепенных успехов такое сообщение от Пентагона по поводу Кременной друзья и то же самое то же самое сообщение мы с вами получили сегодня от авторитетного издания американского опять же издания которое называется политику там сообщают что украинские войска постепенно движутся к Кременной Луганской области издания со ссылкой на высокопоставленного чиновника Соединенных Штатов пишет что в Пентагоне видят прогресс на этом направлении несмотря на статичность статичность извините статичность статичность это немножко другое несмотря на статичность линии фронта так продвижение и дальнейшее освобождение Кременной от Рашистов откроет путь например к Старобельску и Лисичанску однако успехи ВСУ друзья на этом направлении очень плавные и постепенные к сожалению на данный момент не удается повторить вот эти вот молниеносные наступательные операции которые мы с вами видели славной осенью прошлого года и как вы знаете как мы опять же неоднократно вам уже говорили что многие сходятся во мнении на том что наиболее перспективное направление следующего наступления это именно южное направление это рассечение фронта рассечение линии врага сопротивление на два на два собственно участка собственно рассечение общей Рашистской группировки на две группировки это Донецкая группировка Донбасская группировка и это Южная группировка то есть соответственно Донецкая и Луганская области И оставшаяся часть оккупированной Херсонской области и Крым. Это рассечение, как многие специалисты об этом говорят, должно пройти по линии атаки вооруженных сил Украины на Мелитополь в основном. Также не исключаются удары в сторону Бердянска и Мариуполя. И это считается многими, многими считается наиболее перспективной линией дальнейшего движения, наступления в ИСУ. И вот пришла опять же информация из Соединенных Штатов. Агентство CNN пишет со ссылкой на источники и в Украине, и в США, что Запад, в том числе Пентагон, в том числе Соединенные Штаты призывают Украину переключить внимание изматывающих боев за Бахмут и сосредоточиться на планировании наступления именно на юге Украины. По данным CNN, это сообщение было передано украинскому руководству чиновниками Белого дома, которые посетили Киев на прошлой неделе. Заместитель, ну это был заместитель советника по национальной безопасности Джон Файнер и заместитель госсекретаря Уэнди Шерман, а также заместитель министра обороны, то есть заместитель Ллойда Остина по вопросам политики Колин Каль. По мнению этих лиц США и приближенных к ним людей, Бахмут не имеет большого стратегического значения, особенно в таком разрушенном состоянии. Вместо изматывающей битвы за город они предлагают перейти к механизированной маневренной войне с использованием танков и БМП, которые вскоре будут переданы. Юрий, а какое ты из направлений будущего удара после поставок леопардов будущего удара Украины считаешь наиболее перспективным? Это линия, например, Белгород-Старобельск, это линия Кременная-Северодонецк-Луганск, это Донецк, это Бердянск-Мариуполь-Мелитополь или это перешей Крым? Давай такие направления обозначим. Пять основных направлений, о которых говорят. Микрофон. Спасибо. Первое, что я хочу сказать, ни в коем случае нельзя сделать так, чтобы враг захватил Бахм. Да, потому что полезут дальше потом, это очевидно. Да, ни в коем случае это абсолютная глупость. Я лично считаю, что под этим заявлением закамуфлирована неспособность Соединенных Штатов Америки, неспособность и нежелание передать Украине необходимое количество оборонительных и наступательных вооружений, для того, чтобы уничтожить все основные группировки врага в районе Бахма. То есть, если бы Соединенные Штаты, если бы там были нормальные, адекватные руководители, в том числе те, которые приспосетили Киев, они бы подобного рода заявлений не делали. Ну, тут, кстати, на самом деле надо разобраться, а действительно ли это заявление от уст официальных представителей... Об этом пишет СНН, они свои источники не выдаст. Да, официально, потому что, честно говоря, у большинства адекватных людей такие заявления, они просто, ну, как минимум, вызывают озно. А вообще и Бахмут, и Солидар, кстати, вот и Солидар ничего не говорит, что нужно все-таки говорить, что и вооруженные силы Украины, они находятся возле Солидара, и они тоже обороняют этот город от российско-фашистских захватчиков. Там идут достаточно серьезные сейчас ожесточенные бои. Вот. Нужно использовать как раз и Бахмут, и Солидар, и вот в районе Кременой закрепляться и с помощью маневренной обороны уничтожать как можно больше российско-фашистских захватчиков. Это, кстати, на самом деле очень хорошо. Пусть они туда бросают свои орды, вооруженные силы Украины должны быть готовы к тому, что там и этих, и зэков, и чмобиков, и чего только там не бросают. Кидайте туда. Вот пусть агрессор кидает, и важно перемалкивать, уничтожать потенциал живой силы агрессора. Вот я считаю, это просто прекрасно, поэтому такую ошибку нужно делать. То есть нужно действовать, действовать на ошибках агрессора. Вот. Уничтожать агрессор за счет его ошибок и неумения вести это адекватную тактику. То есть я лично смотрю на ту ситуацию, которая вкладывается в двухпланово. То есть Бахмут потом в район Солидары и Кременая, где сейчас находится вооруженные силы Украины, удерживать, действовать по принципу не пяти земли врагу, а готовить, как мне представляется, контрнаступление на южном направлении. То есть вот нанести такой быстрый, решающий удар в глубину тыла агрессора. Там расстояние примерно 160, от 120 до 160 километров от южной части города Запорожье, перед временно оккупированной Васильевкой и, соответственно, до Азовского моря. То есть вот нанести такой серьезный, решающий контрнаступательный удар и разрезать на две части группировки агрессора. Почему, кстати, агрессор сейчас пытается сдвинуть оборону вооруженных сил Украины на Запорожьском направлении, потому что оттуда вооруженные силы порастреливают этот временно оккупированный коридор из Ростовской области во временно оккупированный Крым. То есть они пытаются таким образом снизить военную угрозу для своих командных штабов, логистики и маршрутов передвижения. Поэтому там и до сейчас на Запорожском направлении агрессор усиливает свои силы, в том числе и живую силу противников. Поэтому я еще опытаю. Тогда, когда Украина будет достаточно необходимых наступать на вооружение, танки, ну хотя бы те же самые, Леопард или Франция обещает передать танки, а также, ну как минимум, 14 самолетов штурмовой авиации F-35, ну и той техники, кстати, которая уже Украине гарантирована в рамках решения, которое было принято на последнем заседании в авиабазе Рамштейн, да, то, на мой взгляд, вполне достаточно нанести серьезного, быстрого, рассекающего удара, рассечь группировку российских фашистских захватчиков напополам и, в общем-то, разблокировать, точнее для агрессора, заблокировать супропутный коридор во временно оккупированный Крым. Да, это действительно очень серьезно, потому что основная часть снабжения группировки агрессора, которая находится на временно оккупированной части Персонской области, Запорожской, и поддерживает режим военной оккупации во временно оккупированном Крыму, все это осуществляется через супропутный коридор. Да, просто ты сказал «поэтому», я думал, фраза продолжается, поэтому, поэтому, поэтому. Ну, я решил просто вывести, сэкономить времени, думаю, что что тут, надо же на другие вопросы отвечать. Да, я, друзья, напоминаю вам по поводу вопросов, что вы их можете задавать, обязательно мы процитируем то, что придет в суперчат или по первой ссылке в описании, это мы озвучим в обязательном порядке, остальное по возможности. Ну, естественно, мы не можем сегодня не поговорить с вами о леопардах, и, конечно же, я вам сделаю соответствующий доклад в обязательном порядке, мы каждый день в последних выпусках об этом говорим, потому что события меняются после провала на Рамштайн, слава богу, они стали меняться в положительную сторону, ну и давайте я вам расскажу, что с леопардами у нас творилось на протяжении последних суток. В кронологическом порядке, раньше я выбирал сначала плохие новости, потом хорошие, сегодня у нас будет просто хронология. Итак, первое сообщение, которое мы с вами увидели, это заявление главы дипломатии Евросоюза Джосеба Борреля, он его сделал на брифинге по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, и он заявил, что Германия не будет блокировать возможность отправления другими странами, членами Евросоюза, танков Леопард-2. Боррель привел слова министра иностранных дел Германии Аналены Бербак, мы вам об этом уже говорили в прошлых стримах, что Германия не препятствует другим странам делать это. Я процитирую Борреля, он говорит, другие страны, желающие экспортировать Леопарды-2, тяжелые боевые машины, могут это делать. Германия не блокирует экспорт Леопардов-2. Вот с такого, друзья, мы оптимистичного заявления начнем. Что же у нас было дальше? Дальше история с Леопардовей, как вы понимаете, продолжалась. И имеем мы заявление пресс-секретаря немецкого концерна «Рейнметалла». Это один из производителей машин, они там в кооперации работают с другими предприятиями. «Рейнметалл» – одно из основных, и он имеет на своем балансе в том числе и готовые тяжелые боевые машины. И пресс-секретарь концерна заявил, что «Рейнметалл» готов в любой момент, внимание, в любой момент, сразу после получения разрешения от правительства, передать почти, вдумайтесь, 140 танков, 140 боевых машин «Леопард». Есть на данный момент на складах концерна «Рейнметалл». И пресс-секретарь заявляет, что они готовы моментально их передать. Ну, понятно, что количество будет все время увеличиться. Понятно, друзья, что это произойдет. Это будет именно тот боевой кулак, который сможет проломить в любом практически месте оборону «Орков», потому что это неимоверная сила. Это танки очень серьезные. Удар будет, конечно же, ошеломительный, когда эти поставки произойдут, и когда они в таком, например, количестве соберутся в одном месте. Далее, друзья, прозвучало заявление генерального секретаря Североатлантического оборонного альянса. Это, конечно же, Иенс Столтенберг. Он сказал, что у него есть четкая твердая уверенность в том, что Альянс в ближайшее время, то есть НАТО в ближайшее время, найдет решение по поставке боевых машин в Украину. Об этом сообщило сегодня агентство «Рейтерс». Это он заявил, это Столтенберг заявил после встречи с министром обороны Британии Борисом Писториусом. Я цитирую Столтенберга. В этот поворотный момент того, что мы видим, что происходит в Украине, мы должны предоставить Украине более тяжелые современные системы, и мы должны сделать это как можно быстрее, сказал Столтенберг. Еще он добавил, поэтому я приветствую нашу сегодняшнюю дискуссию. Мы обсудили с господином Писториусом вопрос о тяжелых боевых машинах. Консультации между союзниками продолжатся, и я уверен, что в ближайшее время у нас все-таки будет решение. Не осталось выяснить, что такое ближайшее время. И эти слова его уже успел прокомментировать сам, собственно, Писториус. Он это сделал в интервью телеканалу CDF. И он заявил, что было проведено со Столтенбергом хорошее обсуждение. Это цитата хорошее обсуждение вопросов передачи тяжелых боевых машин «Леопард». Но на вопрос, когда именно Германия планирует принять решение о их передаче, Писториус сказал, что это, видите ли, зависит не от него. Я так понимаю, что, конечно же, это был кивок в сторону Олафа Шольца, но, тем не менее, он одновременно попытался и защитить своего начальника, защитить канцлера. Он сказал, что быть лидером не значит слепо идти вперед. И если решение будет приниматься еще день или два, то так тому и быть. Ну, знаете, цифры, тем не менее, более-менее оптимистично звучат. Главное, чтобы они эти ребята в очередной раз не соврали. Что еще интересного сказал Писториус? Он говорит, мы поддерживаем Украину, чтобы она не проиграла эту войну и выиграла ее против России. И для этого Германия сделает больше, чем практически, и делает, и сделает больше, чем практически любой другой союзник. Ну, кроме разве что США. Это были слова, друзья, нового министра обороны Германии, Бориса Писториуса. Вашингтон-Пост выпустил интересную программную статью по этому поводу, и он попытался разобраться в причинах. А почему, собственно, Германия колеблется, высказывает колебания по принятию решения по поводу «Леопардов-2». И тут назвал Вашингтон-Пост три основных пункта, откуда такие колебания. Первое. Немцы хотят, чтобы их считали партнером, а не агрессором. И они особенно чувствительны к поставкам вооружений туда, где немецкое оружие использовалось для убийства миллионов людей. Второе. Опросы общественного мнения показывают, что внутри Германии существуют разногласия по поводу военной помощи Украине. И ни один канцлер Германии не хочет быть замеченным в продвижении военной повестки дня. Нужно прежде попробовать все другие варианты. Блин, год пробуют уже, вот идиоты. И третий пункт, откуда колебания. Еще один обозреватель Вашингтон-Пост пишет об этом. Он говорит, что канцлер Шольц искренне считает, что поддержка Украины сверх минимального дипломатического минимума будет опасным провоцированием России. Ну, все как обычно. Эскалации, провокации и так далее. Юрий, а ты в чем видишь причину? Ну, я вижу причину в одном, в политической импотентности, в непонимании, вообще вот в непонимании ситуации. Я неоднократно, Василий, на твоем канале, на других каналах говорил, потому что страны коллективного Запада, вот часть предпринимает уже четыре международные организации, такие как ПАСЭ, парламентская ассамблея стран НАТО, а потом еще ассамблея парламентов стран Европейского Союза. Европейский парламент приняли резолюции, в которых признали Российскую Федерацию государством, точнее, террористическим государством, государством спонсором терроризма. И такие подобного рода резолюции принимаются уже и национальными парламентами стран коллективного Запада. И вот страны коллективного Запада, помимо этого всего прочего, должны начать принять резолюции, и в том числе эти международные организации, о которых я сейчас перечислил, признание факта того, что Москва с 20 февраля 2014 года ведет четвертую мировую гибридную войну против коллективного Запада. Это очень важно назвать просто вещи своими именами. Войну назвать войной. Потому что война – это не только там, где стреляют на полях сражений. Потому что когда стреляют на полях сражений, это уже последняя стадия. А война начинается в первую очередь в информационном пространстве, в экономическом, в дипломатическом, в правовом, в духовном, в ментальном и во всем прочем. И вот эта война против коллективного Запада, она идет еще с 20 февраля 2014 года. А ее острие направлено против Соединенных Штатов Америки как главной движущей, ведущей демократической силы всего цивилизованного мира. Что мешает еще? Импотентность, недальновидность. Политическая импотентность. По всей видимости, какие-то еще сохраняются остатки российской агентуры, российской агентурной вражеской, вредоносной влиянии. Потому что мы помним, как канцлер Германии, которых уже погоняли, они очередь занимали для того, чтобы побатрачить на путинской бензоколонке. То есть это просто позор. Я считаю, что граждане Германии, кто нас сейчас слушает, понимает русский язык, но это стыд, это унижение. Просто таких иметь, как Шольца и прочих чиновников в администрации такой великой страны, демократической, как Германия, с многолетними традициями и со всем прочим. Это стыд. Это стыд, это позорное, я считаю, постыдное, позорное правительство, которое недостойно ни народа Германии, ни Европы, то, что не выполняет ни международные свои обязательства, ни договоренности. Их нужно как можно быстрее убирать из постов, требовать отставки и нужно, чтобы просто пришли нормальные люди в Германию. Потому что большинство жителей Германии, они поддерживают Украину, они, естественно, против российской агрессии. Они все понимают, что к чему. Ну вот просто проблема именно вот в этом позорном, в Палеонидовичном правительстве. И потом, смотрите, действительно, 140 танков, как минимум, Леопард уже можно вот в течение буквально нескольких дней отправить в Украину. Что нам сказал генерал Залужный в своем интервью, очень известное, которое мы постоянно обсуждали и продолжаем обсуждать. Потому что вот этот, вот пока того минимума Залужного не будет выполнен, то, соответственно, о каком-либо эффективном контр-реступлении может быть и речь. Залужный сказал, что он стоит в 84 километрах от города Мелитополь. Но для того, чтобы начать решительное контр-реступление, по всей видимости, он, правда, не был на каком-либо, но, имеется в виду на стратегическом уровне, то есть начать стратегическую операцию по освобождению. Всех временно захваченных территорий от Украины Украине необходимо как минимум 300 танков. Еще 300 танков. Там передается 140. Ну, знаете, конечно, там, где 140 танков, там потом позже их будет и 1400. Ну, немножко не так. Во-первых, около 12 стран уже заявили о таких намерениях, начиная от Испании, самая первая, и заканчивая вот сегодняшней информацией о том, что 140 – это на складах рейнметалла в Германии. Мы не забываем о Польше, не забываем о Швеции и так далее. Ну, это понятно. Таких как минимум должно быть более, чем 300. Потому что то, что сказал генерал Заложен, он просто попросил минимум, минималочку. Он попросил еще, самый минимум. Да, и тут, кстати, нужно отметить тот факт, Василий, была ли в вашем канале новость. Буквально вчера Марокко собирается передать Украине модернизированные танки Т-80, которые они в свое время закупали у Республики Беларусь и они были модернизированы в Чехии. То есть там вся электроника и начинка как раз-таки именно наторская. То есть это да, это танки, старые советские танки Т-80, но они полностью еще раз повторяю, модернизированы и адаптированы по стандартам НАТО. Там GPS, они интегрированы в глобальную электронную систему НАТО. Тут тоже, кстати, плюс. Как казалось бы, не ожидали, что из Марокко придет нам военный помощь. Такой приятный нежданчик. Поэтому, да, это одно. А Нидерланды нам обещали передать самолет Ф-16 в США. Да, мы не против, пусть Нидерланды передают эти самолеты. Тоже отлично. Хотя бы я еще раз повторюсь, это мои личные оценки, но помимо тех самолетов, которые уже и имеют вооруженные силы надо хотя бы 14, хотя бы еще раз повторюсь, я в 35, потому что без военной авиации решительное, эффективное контрнаступление, оно, конечно же, возможно, но будет, еще раз повторюсь, очень затруднительно. Оно не сможет быть таким быстрым, решительным и сокрушительным, если бы оно будет проходить без авиации. Ну и потом те же самые ракет, атакность, я не представляю. Ну, слушайте, позор какой. Да, сейчас вот они говорят, хотят нам передать модернизированные ракеты, у них дальность поражения от 500 до 500, 50 километров, но я не представляю, почему, опять-таки, в рамках той же самой президентской программы, джопдаун-тоссорить, не передать ну, хотя бы 20 пусковых установок и 2000 этих самых ракетаток. Они что же нам нужны для того, чтобы начать контрнаступление, потому что предпрежитим начать контрнаступление, необходимо для этого, как говорится, подготовить соответствующую почву, то есть нужно уничтожить склады боеприпасов агрессора, которые находятся на территории Ростовской области, отчасти Краснодарского, а также временно оккупированных территорий, откуда агрессор подпитывает свои группировки, да, то есть сделать для агрессора снарядный голод, потом отутюжить агрессор авиации, теми же хаймарцами, которые рассчитаны на глубину поражения до 80 километров, а после этого уже танками, леопардом и всем прочим наступать, потом, кстати, еще нужно поблагодарить Францию за то, что они дали вот такие небольшие танчики со 105-миллиметровыми пушками на колесном ходу, это трехмостовые танки, у них полный привод, великолепная проходимость и скорость они могут развивать по трассе до 120 км в час, очень маневренные, кстати, тоже эффективны в наступлении, а то, что там 105-миллиметровая пушка, ну, поверьте, у нее дальность не меньше, чем у 155-миллиметровой, и у нее достаточно серьезный, поражающий эффект. Друзья, я с вашего разрешения буду вам давать ту свежайшую информацию, которую мы получили по поводу леопардов, и не только леопардов, в том числе, и по образам, по образам пришла тоже информация, хотелось бы с вами успеть ею поделиться, поэтому вторая, вторая часть саги о леопардах на сегодня. Итак, что мы видим дальше сегодня, что происходило по хронологии около 15 часов дня, пришло сообщение о том, что Польша официально запросила у Германии разрешение на передачу Украине 14-ти боевых машин Леопард 2 модификации А4, об этом сообщил Рейтерс, со ссылкой на источник в Министерстве обороны Германии. При этом Варшава намерена опросить у Евросоюза компенсации стоимости, поляки бы не были поляками, если бы они этого не попросили, они намерены опросить компенсацию Евросоюза за стоимость этих танков, которые они передадут Украине. Это заявил друзья премьер Польши Матуш Моровецкий. И этот запрос уже официально подтвердила представитель Кабмина Федеративной Республики Германия. Кабмин ФРГ официально подтверждает, что получил от Польши запрос на реэкспорт боевых машин Леопард 2 из Польши в Украину. Нам теперь остается подождать решение по этому поводу Кабинета Министров Федеративной Республики Германии. И вот очень интересное сообщение мы получили из Соединенных Штатов. Телеканал Sky News Арабия заявляет, что президент Соединенных Штатов Джо Байден готов передать Украине танки Абрамс и сделает это с целью для того, чтобы повлиять на Германию, которая пока не приняла решения относительно возможных поставок Киеву Леопардов 2. Об этом сообщил телеканал Sky News Арабия со ссылкой на ответственное лицо Пентагона. По сведениям этого лица я цитирую Байден готов передать 10 боевых машин Абрамс Украине для оказания давления на Германию с тем, чтобы передала Иву Леопарды 2. По мнению собеседника канала из Пентагона ФРГ необходимо перестать упрямиться и надо уже передать Леопарды Украине. Вот такое хорошее сообщение из Соединенных Штатов Америки. То есть не только Леопарды, но возможно уже и Абрамсы приедут. Пускай хотя бы и 10 штук, но это будет огромный психологический фактор для других стран. Если Украина получит хотя бы 5 Абрамсов, мы с вами прекрасно понимаем, что это означает. Это означает, что любые преграды, любые психологические, ментальные травмы в том числе и немецкого правительства, они прекратят свое существование, потому что если уже мы получили Абрамсы, значит мы должны естественно получить менее мощные танки. Да, и Василий, хочу сказать, извиняюсь, нет никаких ментальных травм немецкого правительства, есть просто высосанный, выдуманный миф, вот, а на самом деле еще... Ну не это так объясняет, Ладно, мы это понимаем, да. Да, как действие, так поведущие, оно несет ответственность за развязывание и ведение этой четвертой мировой гибридной войны против политивного запада, тем, что именно благодаря ему русский рейх накачан деньгами для ведения этой войны. Друзья, и совсем уже свежие новости, разрешите я вам на эту тему сообщу, которые буквально сейчас приходят в нашу, в наши ленты, на наши информационные сообщения, безусловно, мы о них вам обязаны сообщить, новости, как я и обещал, позитивные, собственно, Bloomberg, только что авторитетнейшее агентство информационное Bloomberg сообщает о том, что Германия может разрешить Польше отправить Киеву танки, леопард, уже, внимание, в среду, то есть завтра, завтра мы с вами, значит, ждем стрим, в том числе и по этому поводу, если мы такое сообщение получим, то мы, безусловно, порадуемся вам с вами вместе этому в прямом эфире, Bloomberg, безусловно, это крайне авторитетное издание, и, безусловно, мы надеемся, что его источники нам сообщают действительно то, что и будет, собственно, происходить, и я процитирую, что еще написал Bloomberg по этому поводу, поскольку немецкий закон требует разрешения на экспорт своей военной техники, это означает, что леопарды в Европе могут быть отправлены в Украину только с согласия Берлина, и наши источники утверждают, что это согласие официально будет выдано Польше по ее официальному запросу именно в среду, то есть завтра. Мы с вами, друзья, уже видели, что никто-нибудь официальный представитель Кабмина ФРГ подтвердил, что соответствующий запрос со стороны Польши получен, и, соответственно, мы с вами понимаем, что должно быть по этому запросу движение. И вот только что, буквально, буквально несколько минут назад пришло еще одно срочное сообщение от агентства ABC News. Они заявляют, что Украина получит около 100 леопардов, но есть одно условие. По словам издочника издания, об этом на Рамштайне 8 договорились 12 стран. Для зеленого света поставки нужно дождаться одобрения именно Германии. И Блумберг, как я вам уже говорил, пишет, что завтра Германия с огромной долей вероятности даст Польше разрешение на отправку танков Украине. Юрий, как ты думаешь, завтра мы получим это приятное известие, либо опять нас попытаются обмануть? Я даю гарантию, как мне это представляется, 75%, что да, Германия даст разрешение Польше на передачу танков Амброса к Украине, потому что сейчас канцерегривание Олаф Шольц, у него и так достаточно низкие рейтинги, и он находится под серьезной критикой как германского общества, так и соответственно всего европейского международного сообщества. Ну а покуда, ну послушайте, если он не даст, то уже следующий вариант это просто пойти и застрелиться от позора. Да, превратиться в тухлую ливерную колбасу, я бы даже сказал. Друзья, мы хотели с Юрием побыть в эфире два часа, но мы и так уже приближаемся к этой временной ответке, но из-за того, что нам вовремя по графику не подали электричество, уже более как 40 минут опаздывают, неизвестно, когда включат, я, наверное, извинюсь перед Юрией, перед вами, буду вынужден закачивать передачу, чтобы осталось какой-то заряд в аккумуляторах на какие-то срочные нужды, и перехожу на работу в ноутбук и в планшете, поэтому разрешите вам в конце нашей передачи дать интересную ссылку на потрясающее видео, дело в том, что вчера в Турции прошли испытания беспилотника, причем истребителя большой машины, который называется Байрактарь Кизелельма, если я правильно прочитал, самая изюминка заключается в том, что это действительно очень мощная машина, и самое интересное, что на ней стоит украинский двигатель украинской компании Мотор Сич, этот беспилотник может нести целых полторы тонны полезной нагрузки, представляете, вся какая мощная штука, скорость 900 километров в час, дальность полета почти 1000 километров, рабочая высота почти 11 километров, в воздухе этот аппарат может работать 5 часов, это вчера случился первый полноценный полет, все прошло штатно, все прошло в норме, и это все прошло штатно и в норме, в том числе и с помощью украинских двигателей, посмотрите видео, видео великолепное, заодно и подпишитесь на нашу телегу, я благодарю всех, друзья, в описании находится ссылка на ютуб канал Юрия Шулипы, подписывайтесь также обязательно, Юрий там, надеюсь, будет вести активную работу, всем всего доброго, до свидания, до свидания, Юрий, слава Украине и всем спокойного неба над головой. Героям слава, до свидания, Василий, и всем пока, до новых встреч. Я сказал слава Украине, это уже от усталости, слава Украине, конечно, всего доброго. Хотя Украине тоже слава.